Раздевалки, душевые, тренажерный зал, пресс-центр, административные кабинеты. Все, что нужно на стадионе, будет по адресу проспект Стачки, 28. Трехэтажный особняк закончат строить и начнут обустраивать в скором времени. Мы на этом объекте с 5 июля 2016 года. У нас начало контракта было и конец, окончание контракта 15 декабря. Я думаю, что мы 15 декабря и закончим. Наша съемочная группа приехала на локомотив, чтобы запечатлеть исторический момент засева поляны семенами мятлика лугового. Но это уже завершающая стадия. До был долгий трудоемкий процесс подготовки основания. На этом поле подогрев не предусмотрен проектом. Дренаж есть. Под полем есть, значит, мегагрид. Это основание вот такой вот пластмасса мегагрид для прочности поля. Вот. Есть сплинкера, которые будут поливать. Есть поливочная станция, где будут установлены дополнительные баки, насосы с очень мощным напором. Вот торф. Толщина верхнего торфяного слоя 3,5 сантиметра. Привезли торф из Смоленской области. Там он наиболее подходящий. Мы успели увидеть процедуру укатки трехтонным катком. Размер площади, которую катали под натуральный газон, больше 7 тысяч квадратных метров. Когда-то играл. В 80-х годах я здесь, на этом поле, да, играл в футбол. Я здесь недалеко в детстве жил. Поэтому я здесь видел разруху и небытие, которое было непотребное. А сейчас глаз радуется. Действительно у нас переходит наша страна на уровень современного, не то что спорта, а культуры спорта. Отец Владимир прочитал молитву, благословил ответственных за посев, а также осветил семена мятлика, которых ушло почти полтонны. Управлял посевной машиной, судя по майке подробой, Супермен Алексей. Так что мы можем быть спокойны. А первая стрижка будущей зеленой прически локомотива должна состояться примерно через три недели. Лев Клинов, Александр Подопригора, Дон-24, Ростов-на-Дону.